Чаще мыть руки, носить маски в людных местах и, конечно же, соблюдать дистанцию на пляжах. Коронавирус почти полностью меняет правила для туристической индустрии Греции. Отельеры говорят, что переживают самый худший на их памяти кризис. Однако министр по туризму страны сообщил, что сезон все же может открыться в июле, но только для гостей из стран с низким уровнем заболеваемости и при новых условиях проживания в гостиницах. Длинные участки пляжа остаются пустыми, в тавернах нет посетителей, а сувенирные магазины закрыты. Пандемия коронавируса изменила до неузнаваемости туристическую отрасль Греции. В прошлом году страну на юге Европы посетили 34 миллиона иностранцев. Туризм принес казну 18 миллиардов евро дохода. Теперь отрасль пытается спасти, что осталось. Владельцы 65% отелей говорят, что близки к банкротству. На карту поставлено более 45 тысяч рабочих мест. На этом фоне заявление министра туризма о том, что сезон все же может начаться в середине лета, вселяет надежду. Я думаю, это вопрос на миллион долларов. Конечно, все зависит и от других стран, как они справятся с кризисом. Но мы намерены открыться где-то в июле. Медики уже принялись за разработку правил пребывания туриста в отелях. Они предлагают принимать немногочисленные группы и только из стран с низким уровнем заболеваемости. Одним из требований к отдыхающим станет дистанцирование на пляжах. Гостям также придется постоянно мыть руки, использовать маски, когда это необходимо. Врачи признают, что самый большой риск инфицирования сохранится в бассейнах, ресторанах по системе «Шведский стол», барах и на пляжах. В любом случае, если у туриста появились симптомы коронавируса, отель будет готов сделать тест, немедленно поставить диагноз и изолировать любого, кто заражен. В Греции дела с распространением коронавируса обстоят лучше, чем в других странах ЕС. Правительство объявило о постепенном смягчении правил с 4 мая. Гостиницы смогут открыться 1 июня. Запрет на полеты из таких стран, как Италия, Испания и Великобритания, пока останется в силе.